журналисты и работники средств массовой информации в определенной части наверное являются людьми все-таки творческими но соответственно что у нас присутствует и определенный уровень профессиональной ревности но в данном конкретном случае я с удовольствием похвалю своих коллег с сетки городских порталов а конкретно сайтов 1 без всякого чувства конкуренции рекомендую к прощению их материал под названием культура любит тишину кому платит десятки миллионов рублей за праздники и зарубежные поездки властей башкирии коллеги вполне себе наверное буднично на основе сайтов государственных закупков проанализировали лишь какую-то часть информации во сколько бюджету нашей республики а значит и нашему с вами кошельку обходятся не только постоянные какие-то праздники внутри республики но и рабочие поездки первых лиц эти поездки почему-то всегда превращается в концерт или праздник вот это наша публикация началась вовсе на не с этого несколько лет назад ныне признанный иностранным агентом и прочим гадом ростислав мурзагулов начал искусственную войну с нашим изданием и втянул в нее самого ради хабирова когда для освоения нужных каких-то бюджетов и изображения личной значимости этого было недостаточно в какой-то момент войнушку мурзагулов вписал и издание уфа-1 вот для этого был выбран надуманный глупый а цель была очевидной дорогой ради фаритович против тебя работает целая сеть сми и есть заговор они все экстремисты вахабиты и прочее мы сейчас их быстро победим и уничтожим однако в итоге они сами поджали хвосты и вот сегодня мы вновь видим повторение той же самой ситуации похоже что человек который сегодня рулит внутренней политикой республики вдруг никаким образом в своих методах знаниях и принципов от мурзика ты не отличается воюйте с нашим изданием до шутбы с вами мы привыкли хамиты выхабирова приходят и уходят а мы живем и работаем на своей родной земле и во благо нашей родины но вот сегодня мы снова наблюдаем как в орбиту своей виртуальной бессмысленной войны некоторые обидатели опять же здания на тука его снова затягивают коллег с уфа-1 наши оппоненты едва ли не прямо пытаются заглядывать людям в трусы забывая что уже сами по уши в коричневой инстанции но при этом решили вдруг зацепить наших уважаемых коллег и конкурентов одновременно которые в целом вели себе вполне себе лояльную к властям республики информационную политику это снова говорит нам о том что перед шефом очень неумным чиновникам недостаточно просто представлять или придумают лишь одного врага идет избирательная кампания есть ее бюджеты которые срочно нужно освоить срочно нужны не только старые на новые проблемы и враги мы их успешно будем типа побеждать а главное освоим деньги коллеги из уфа-1 на вероломное нападение в 4 утра ответили более чем адекватно они провели довольно добротный анализ того как на и за сколько делегаций наших чиновников катаются по регионам россии за ее пределы дорого богата и расходов большей части этого вложения не в экономику или прямую работу наших чиновников большая часть этих расходов это постоянные сабантуи с участием артистов про перелеты и переезды здесь даже мы не станем особо расписывать достаточно упомянуть что бывший министр транспорта и его опять же заместитель сейчас проходят по уголовному делу именно за организацию таких полетов первых лиц без торгов про закупки опять же подведомственных минкультуры организации учреждений по типу гкз башкортостан филармонии или всякие ансамбли песни и пляски типа гаскарова тоже не будем повторяться посмотрите наши статьи на эту тему и статьи коллег и свежего процитируем опять же уфа-1 то что касается организация культурной программы инвестиционного сабантуи за ураль 2024 году баш госфилармония заключила на эти нужды контрактов общей стоимости 3 и 45 миллионов рублей среди них были не только договора приглашение артистов но и услуги по аренде транспорта и созданию видеоконтента которые наверняка могли оказать очень многие подрядчики но все эти закупки проводились у единственного поставщика я думаю вы понимаете кто является этим единственным поставщиком и было героем нашей передачи наше издание в лице сразу трех журналистов на самом деле было свидетелем данного мероприятия воскарова перед прибытием делегации на вертолете местные уфимские артисты только на наших глазах совершили с десяток прогонов встреча дорогих в прямом смысле гостей особенно смешно получилось когда руководитель репетиции потребовал у зрителей в первых рядах обязательно хлопать при встрече первых лиц а потом премьеру андрея назарова его гостям никто и не подумал этого сделать то есть поаплодировать было там не только филармония из уфы а еще и городской ансамбль мирас всю эту помпезную неуместную военное время атмосферу мы описали в своем репортаже посмотрите по ссылке а вот коллеги из уфа-1 проанализировали значит эти закупки этого мероприятия и тех событий которые еще предстоят они также как мы вышли на имя гульнары юрины чьи организации чаще других получают подряды на организацию мероприятия республиканских властей хотя по сути все эти услуги конечно могли оказать наверное сами же собственно говоря государственные подведомственные организации культуры для простого понимания о чем мы сейчас говорим и пишем приведем простой пример допустим какая-нибудь контора имеет собственную юридическую службу и штатных юристов на зарплате но вот в суды такая контора зачем-то нанимает за огромные гонорары юристов со стороны с культурой похоже и праздниками у нас аналогия прямая еще аналогия большая часть таких торгов по поездкам первых лиц сопровождению опять же питанию таких мероприятий на самом деле проходит через непрозрачные процедуры и с единственными поставщиками вот только сегодня мне один мой знакомый товарищ из админ культуры рб при встрече заявил что гульнара юрина работает вполне себе законно мол артисты за свою работу получает такие же деньги как получают дорожники за положенный асфальт мы собеседники сам видимо и не понял какого удачного сравнения на самом деле он не привел напомним что наши дорожники эльдар юбланов и александр колебанов именно на этом и погорели что отдавали подряды единственным поставщикам но тут бы я еще обратил внимание на некий уровень мышления вот этих наших башкирских чиновников для них видимо стало совершенно нормальным создание неких кормушек виде а ножек уошек которые получают подряды заказы и гранты речь не только про имену шафику такие конторы и передачи средств нам известно во многих ведомствах в том числе и по линии министр допустим глинара ивановой все эти потребители кормушек то ли 5 а скорее десятого порядка знаю что про них все знают они также не хотят терять своих деляночки что готовы включать всю государственную машину в их защиту для этого это ими в первую очередь нужно все это во все это вовляпать главу республики стать не существующих с ним врагов и в вляпать его в битву вот в этом они совпали с интересах с парнем выше и по бородате и и вовлекли опять же главу республиков в ненужную выдуманную войну